Сегодня приехала в социальное учреждение, это социал-амт. Посмотрите, как здесь красиво, все так благоустроено. Вот там уточки плавают, есть искусственный такой водоемчик. Но больше, что меня привлекло, к сожалению, у этого постамента нет никакого описания. Ну, не знаю, кто такой голый сидит дядька. Я его назвала гол как сокол. Наверное, так вот. Женщина тут тоже голая почему-то стоит с другой стороны. И вот этот дядя сидит, уже вид сзади. Итак, как делать термин für ein Barung для того, чтобы сделать приглашение? Чтобы сделать официальное приглашение, которое называется für Flüchtungserklärung. Für Flüchtungserklärung. Так, заходим на сайт. Вам нужно приехать в Landratzamt. У нас называется это My Town is Christ. Вот здесь, вот на этом сайте, МТК, есть термин für ein Barung. И читайте. Тут вообще разные. В Landratzamtе там находится еще Gesundheitsamt. Это для того, чтобы справку о... Это типа как санэпидемстанция. Также для различных иностранцев там можно термины сделать, чтобы видеть на жительство и все прочее. Так, мы выбираем вот эти вот иностранцы. Это к ним относится. И здесь где-то в самом низу вот. Flüchtungserklärung. Это обязательства о финансовых, короче, ваших... Объяснения о ваших финансовых обязательствах. Вот здесь вот нажимаем и выскакивает нам. Я выбрала одно. 29 это кипюр, налог для взрослого Эрваксона и для ребенка. То есть для несовершеннолетнего 14,5 евро. Итак, идем в Вайта. Тут вот он нам предлагает... Сегодня у меня 7 декабря. Он предлагает только на 12 декабря всего 3 термина. Это еще хорошо, потому что в моем случае было через неделю и только-только один термин. Вот. Остальные даты, они не открыты. Заранее записаться не можешь. Короче, тоже выбираешь там. Ну, вот этот вот мне подойдет термин. И идешь дальше. Где дальше? Вот. В Вайта. Это было чуть ниже. И здесь нужно заполнить просто свои данные. Я, допустим, фрау, женщина. Имя у меня такое. Там Иванов. В принципе, тут для всех все понятно. Выбираем. Гибурт с датом. Это дата рождения. Телефон ваш. Напишите. И ваш e-mail. Также они вас предупредят. Вот здесь вот термин Ирина Рунг. Если вы хотите, чтобы вас заранее оповестили, что не забудьте у вас вот этот вот термин, это назначенная встреча, не пропустите ее. И выбираете за сколько, чтобы вам как бы напоминание на почту и на телефон пришло, если вам это нужно. И все. И там уже дальше. Я этот термин не хочу себе забирать, потому что пусть воспользуются те люди, кому это нужнее. Таким вот образом оформили термин. Итак, формуляры от АА без ЦЭТ находятся здесь. Verpflichtungserklärung nach FAU начинается. Сюда заходим. И смотрите. Здесь есть на немецком, на английском языке. Если вы немецкого не знаете, видите, есть возможность, что вы можете это сделать на английском. Мне это не нужно. Мне на немецком. Живем мы здесь, в Германии. Здесь написано все Унталаген, Митсу Брингенде, Унталаген, все документы, которые вам нужно принести. Вот это вот скачали, посмотрели, что нам нужно. Вот с 1 ноября 2019 года только вот по этому сайту можно сделать встречу. Написано, что данное пригласительное вы делаете только перезерлищ. Вы должны присутствовать лично, никто другой. Также написано, где это будет, кто у вас там примерно будет. Принимает. Итак, те, кто работают, зарплата Фердинс Пешайник ВГН за последние 3 месяца. И написано, что зонда Цалунген это такие поверх, то есть премии, которые в Рождество или в отпуск вам заплатятся. Они не будут учтены. Тот, кто работает как предприниматель, то тоже нужно принести что Эрбишайт, это налоговый такой вот документ. Если вы получаете пенсию, то тогда последнюю пенсию, вот эту бумажку о пенсии, нужно предоставить. Также, если у вас есть квартира, вы ее сдаете, и у вас стабильный доход с этой квартиры, то ее также учтут. И еще Цинз-Айн-Кюнфте. Если у вас деньги лежат под процентами, то также это можно приложить. А вот если вы сидите на социателе или ищите работу, то тогда нужно принести вот эти вот всякие-всякие бумажки как подтверждение. Итак, нам нужен другой формуляр заполнить. Называется Einladung von Ausländischen Besuchen. Это приглашение иностранных гостей. Я его скачала только что. Сейчас будем заполнять. То есть фамилия это означает... Ой, что это у меня тут пишет? Иванов, Петя, Петр, напишем. С большей буквы. Когда родился Гебурдстаг, дата рождения, где родился Гебурдсторд. Пишем город, Москва, например, Москва, Русланд. Staatsangehörigkeit. Это национальность. Немец. Тогда пишем немец. Я не немец. Я возьму, допустим, другое. Это русское, русisch. И Aufenthaltstitel. И пишем до, до какого оно действует. Тут же так же пишем Identität. Короче, по которому вас определяют. У меня Aufenthaltstitel. Так и пишем. И его номер. Также, страссы, улица, номер Aufenthaltstitel. Это понятно, да? Здесь пишем. Если немецкий паспорт, то немецкий паспорт. Улица, дом, PLZ. Это индекс. Von Ort. Это город. И кто вы по профессии? Беруф. Написали там инженер, там электрик, все остальное. А теперь здесь заполняем Ангабе Цумайным Безухом. То есть, кого вы приглашаете, как их зовут. Допустим, Петрова. Имя? О, имя. Фамилия Петрова. Ирина. Гибурц, так, когда родилась? Где родилась? Гибурц Орт. В каком городе? Кто она по национальности? Русская. Русиш. Ее райзепас, номер паспорта и адрес. Я описала в своем случае вот так вот. Улица у нас называется, допустим, Карла Маркса. Карла Маркса 33. Карла Маркса. Обязательно еще написать Штратса. 33. Итак, если вы в области живете, город, понятно, там Москва написал, а если область, то пишем Ростовская область. Ростов. Гибит. Гибит. Пишется так. ошибку сделала. Ростовская область и город. Назовем. Какой там город есть. Я сама из города Миллерово, из Ростовской, поэтому напишу Миллерово. А также индекс нужно написать. Индекс. Раз, два, три. Раз, два, три. Пиццинг. А в каких отношениях вы находитесь с вот этим вот человеком? Кого приглашаете? То есть, если подруга, пишем Фройндин. Фройндин. Если мама Мута. Конечно, это всё подряд не пишем. Это я как пример Мута. Если... Кто там? Если, если тёща, то Швига Мута. Да, там у нас был мужчина, написано. Швига Мута. И так далее. Те персоны, которые будут сопровождать как бы вот этого вот человека, вместе с тем человеком идти. Это муж. Пишите. Муж. Это женщина. Да, муж. То пишите. С ней, допустим, будет Петров. Петров. Его имя. Его дату рождения. И мужчина или женщина. Кто он? Так, дети. Также пишите. Будет Петрова. Вера. И также, когда родилась. Девочка, мальчик. И предполагаемую дату, когда они к вам приедут. Ну, допустим, напишем там 15 декабря 2019 года. И сколько они хотят быть? 90 дней. Тогда пиши 90 дней. Если там 2 недели, можно написать свай в охан. То есть, сколько будет, столько пишем. Это уже о себе пишем. Вайтер ангаме цумайны персон. Кас кебер. Вы приглашающая сторона. Если вы живете один, то здесь ледик. Если вы женаты, то здесь фер хайратат. Если вы овдовели, не дай бог, то здесь. Если вы разведенные, то здесь. Если вы живете раздельно, то кетрен клип. То есть, напишем, допустим, фер хайратат. И тогда нужно указать мужа и своих детей, если имеются. Вот, пишем там. Писал Иванов, да? Я уже забыла. Иванов писал. Да, Иванов. Тогда пишем жену Иванова. Ну и также её имя. Когда родилась. И ребёнка. Иванов. Иван, короче. И когда родился. Ну и так далее. Вот, Белластунген. Если вы каждый месяц платите кредит, то надо указать, да, у нас есть Белластунген. Это что на вас как бы висит в финансовом плане. Что вы каждый месяц должны, допустим, платить. Есть у меня кредит там 700 евро. Я должна каждый месяц писать. Вот, пишите. Вельше хео монотлищ. Каждый месяц снимает 700 евро. Тогда вам уже надо будет побольше зарплату иметь. Итак, если вы снимаете квартиру или дом, то также сколько вы платите каждый месяц за эту квартиру. Мы, допустим, 1000 платим евро. Вот и пишем, что столько-то, столько-то мы платим. Итак, по какому поводу к вам приезжают? Просто вас повидать. Безухен. Безухен. Или если они приедут и будут здесь с вами жениться. Есть и такое, да. То тогда и Шлисунг будут свадьбу как бы тут устраивать. Братосочетание. И другой, другая причина. Тогда здесь нужно будет выбрать. И напишет сайт уже другую причину. По какой они сюда приедут. Итак, что здесь? И Предполагаемо, где вы будете жить. Ну, будут в вашей квартире жить, то тогда пишите тот город, где вы живете. В Берлин, тогда Берлин. Если другой Франкфурт, то Франкфурт. Ну, и так далее. Так, здесь. Да, Смеркблат. Это, короче, нужно указать обязательно, что вы получили вот эту вот бумагу о том, что вы несете ответственности. И там подробно описано, какая ответственность. И что вы с этим совсем согласны. Здесь разные параграфы. Интересно, читайте, разбирайтесь, потому что это очень важно. И место, и дату, где вы заполняли. Были вы в Берлине и заполняли там. Пишите. Берлин. И дату. Господи, какое число. Все равно 7 декабря. Здесь роспись, унташрифт, ваш телефон. Это ваш личный телефон. Или также телефон, который в течение дня можно вам будут позвонить и с вами связаться. Также есть финансы. Но это уже заполняется тем человеком, который принимает у вас заявление. Так, все. Мы это заполнили. Что это? Субтитры сделал DimaTorzok